Всем привет! Сегодня вы узнаете, как из такой красивой картинки сделать не менее красивую анимацию. У автора этого изображения есть еще много подобных работ на ArtStation, ссылка будет в описании. Делать анимацию мы будем в Blender 2.9 с использованием рендера ИИ и метода, который называется Camera Mapping. Для начала нам надо поработать с изображением. Основа любой работы это планирование. Надо решить как будет двигаться камера, какие части изображения мы будем использовать и на что будет фокус внимания. В этом случае я решил, что камера будет двигаться справа налево с небольшим зумом. Фокус внимания будет на корабле. Теперь определимся какие части изображения надо отделить друг от друга. Эта часть изображения будет фоном. Нам надо будет вырезать вот эту центральную часть со входом на космическую станцию. Назовем ее портал. Вот этот космический корабль и вот эту часть какой-то конструкции внизу картинки. Много маленьких кораблей на фоне я не буду использовать, чтобы упростить это видео. Я их просто закрашу в цвет фона. Если мы просто вырежем объект с изображения, останется пятно. Надо его заполнить соответствующей фону картинкой или цветом. Это можно сделать кучей способов. Самый качественный и трудоемкий использует инструмент клонирования или штамп. Он есть практически в любом графическом редакторе. Вот так, например, он работает в моем любимом Paint.net. Есть много автоматических способов. Например, в том же Photoshop или с помощью других приложений. Я буду использовать небольшую программу под названием InPaint. Она может только удалять предметы с изображения, но делает это хорошо. С ее помощью я удаляю все предметы с картинки, которые будут двигаться относительно друг друга. Теперь вырежем эту самую большую часть. Откроем изображение в GIMP. Это еще один бесплатный редактор. Убираем инструмент создания контуров. Щелкая левой кнопкой мыши, обводим по контуру объект, который нам нужен. Чтобы завершить контур, жмем Ctrl и щелкаем по начальной точке. Теперь жмем выделение из контура. Идем в меню выделения, инвертировать выделение. Жмем Delete. На месте удаленного изображения должен быть прозрачный фон. Но его нет, потому что в картинке нет альфа канала. Идем в слой, прозрачность, добавить альфа канал. Жмем еще раз Delete. Теперь у нас есть изображение с прозрачным фоном. Экспортируем его в формате PNG. Откроем в GIMP оригинал изображения. И таким же способом вырежем остальные части, которые нам нужны. Сохраняем каждую в отдельный файл и даем осмысленные названия. Теперь пришло время Blender. Выравниваем камеру по одной из осей. Добавим сцену плоскость, увеличим ее так, чтобы она перекрывала все поле зрения камеры. Идем в Shading. Добавим плоскости новый материал. Поменяем тип на Emission. Подключим к ней ноду с изображением фона. Идем в меню модификаторов. Добавим плоскости модификатор UV Project. Добавим модификатор к камеру. Изображение выглядит растянутым. Чтобы это исправить, посмотрим свойства этой картинки. Ее разрешение 3840 на 2160. Надо разделить одно число на другое. Получится единица с кучей семерок. После запятой. Введем эту цифру в модификаторе в графу Aspect X. Теперь изображение выглядит хорошо. Смысл этого модификатора в том, что камера теперь работает как проектор в кинотеатре. Если ее подвигать, двигается вся картинка. Добавим сцену еще плоскость. Повернем ее. Назначим такой же материал и микс. Добавим текстуру портала. Теперь добавим ноду Mix Shader и Transparent. Соединяем их. Чтобы появилась прозрачность, в материал Properties меняем Blend Mode на Alpha Clip. Далее добавим плоскости модификатор UV Project. Указываем в нем камеру и меняем Aspect X. Эта плоскость нам нужна для настройки материала. Теперь ее можно скрыть. Вместо нее нам нужен объект, повторяющий по форме портал. Для этой цели подойдет цилиндр. Добавим его в сцену. Идем в Edit Mode. Удаляем торцы. Идем в Object Mode. Добавляем модификатор Solidify. Назначим цилиндру материал под именем Portal и модификатор UV Project. Сделаем видимыми грани. Теперь масштабируем, упрощаем и передвигаем цилиндр, чтобы он занял такое же положение, как и портал на картинке. Крутим настройки модификатора Solidify. После того, как цилиндр выровняли, в модификаторе Solidify жмем Применить. Идем в Edit Mode, жмем О и в режиме пропорционального редактирования подвигаем точки, чтобы добиться большего совпадения геометрии и изображения. Идем в Object Mode. Теперь видимость ребер можно отключить. У нас получилась объемная фигура с текстурой картинки. Но так она выглядит только с ограниченных ракурсов. Если покрутиться вокруг, то будет видно искажение текстуры. Это и есть существенный недостаток этой техники. Иллюзия объема сохраняется только при относительно небольшом смещении камеры. Далее добавим сцену космический корабль. Чтобы понять, где он будет находиться, сделаем снова видимой плоскость с текстурой портала. Идем в Shading и поменяем эту текстуру на изображение корабля. Подвигаем плоскость, чтобы корабль стал виден. Теперь я воспользуюсь инструментом DrawBizier. Ссылка на аддон будет в описании. Он позволяет буквально рисовать коревой безе. Ввожу контур корабля. Чтобы замкнуть контур, жму Alt и точка привязывается к ближайшему. Далее Enter или пробел. Идем в Object Data Properties. Переходим в режим 2D. В способе заливки ставим оба. Скроем плоскость. Выделим кривую. Теперь конвертируем кривую в mesh. Назначим в mesh материал корабля. Модификатор UV Project и так далее. Все как с остальными объектами. Теперь с помощью модификатора Solidify придадим объем кораблю. Подвигаем точки, чтобы не было таких разрывов в текстуре. После этого модификатор UV Project нажмем применить. Теперь текстура корабля не зависит от расположения камеры. И мы можем его двигать. Такой способ иногда применяется для быстрого текстурирования объектов. У нас остался еще небольшой кусочек какой-то конструкции внизу картинки. Этот небольшой кусочек просто разместим на плоскости. Он находится не в фокусе внимания и быстро исчезнет из кадра при движении камеры. Поменяем количество кадров в сцене на 500 и количество кадров в секунду на 30. Выделим камеру. Если мы будем ее двигать, то вся картинка начнет смещаться. Копируем ее. Сделаем новую камеру активной. Щелкаем на корабле правой кнопкой мышцы с зажатым Shift. 3D курсор переместился в это место. Добавим в сцену пустышку. Жмем Shift и выделим корабль. Жмем Ctrl-P. Object. Теперь пустышка привязалась к кораблю. Добавим активной камере Constraint Track 2. В поле Target укажем пустышку. Теперь наша камера всегда будет направлена на пустышку. Жмем 0. Подвигаем пустышку, чтобы исправить вид из камеры. Анимируем корабль. В первом кадре ставим ключ. Идем в последний кадр и перемещаем корабль. Ставим второй ключ. Теперь анимируем камеру. В первом кадре ставим ключ. В последнем кадре перемещаем камеру. Смотрим, чтобы не было заметно искажения текстур на объектах. Ставим ключ. Анимируем также фокусное расстояние, чтобы не было видно границ изображения. Проверим, чтобы на всем продолжении анимации в кадры не попадали эти границы. Чтобы придать сцене еще больше глубины, я добавлю сцену Volumetric. Для этого идем в Shading, переходим в режим World. Добавляем ноду Volume Scatter. Меняем у нее значение плотности. Далее добавим сцену источник цвета Spot. Увеличим силу и поменяем цвет. Развернем свет и поместим его внутрь портала. Анимация готова. В настройках рендера можно поменять контрастность. Для сцены в космосе это то, что нужно. С помощью этой техники можно создавать объемные сцены для вашей анимации из картинок или фото. Вот например это видео, созданное из старых фотографий. Автор только добавил анимированных 3D моделей, чтобы добавить жизни. Если видео вам понравилось, то помогите его продвижению. Подпишитесь или хотя бы поставьте лайк. Ну а если оставите комментарий, это будет вообще супер для продвижения всего канала. Всем хорошего дня, пока.